До 20-го года он находился не в кирпиче, а именно как сруб. Сделать такой вывод Алексею Самохину позволила эта старинная табличка страховой компании, найденная за кирпичной кладкой. И да, кладку разбирают. Но каждый кирпич начала 20-го века аккуратно складируют за домом. Он еще пригодится. Позже. Именно им будут отделывать здание, рассказывает Алексей. Нас заверили, что ни о каком разрушении речи не идет. Объект реставрируют. Конкретно сейчас ведутся противоаварийные работы. При архитектурном разборе кирпича обнаружилось, что у нас элементы многие повреждены. И это вот на данный момент первая процедура – это лечение. Произойдет лечение самого сруба. А потом уже в дальнейшем будет уже оплатка. Кстати, строительный мусор и кирпичи, замеченные неравнодушными горожанами, это снесенная кирпичная пристройка к зданию. Ее возвели бывшие собственники, которые в период реставрации 2018 года убрали историческую, деревянную, тем самым нарушив целостность объекта. Говорят, у нынешнего собственника цели и задачи другие. Новый собственник горит этим зданием. Он хочет, чтобы это здание светилось, чтобы это здание приобрело тот вид, который должно было приобрести. Поэтому на этом здании как раз-таки применяются самые новейшие технологии. Участвуют реставраторы не только Алтайского окрая, привлекаются специалисты Санкт-Петербурга. У этих специалистов колоссальный опыт по реставрации. Кстати, историк Данил Дегтярев сначала переживал, что кто-то в очередной раз поднял руку на историческую ценность. Узнав детали, обрадовался. Мне очень нравится эта тенденция, что частные инвесторы начали брать на себя ответственность за реставрацию некоторых зданий. То есть, если несколько лет назад был один Карипанов, грубо говоря, который на свои средства восстанавливал аптеку Крюгер, то теперь у нас выкуплен вот этот Суховский универмаг на углу социалистического Молотобольской, и там ведутся активные реставрационные работы. Соседние здания с ним на углу Лева Толстого и социалистического, дом Сухова, тоже сейчас там проводится реставрационная работа. Наверное, потихоньку тенденция просто все сносить и перечеркнуть нашу историю меняется на тенденцию ее сохранения. Конечно, Бурнаул не Иркутск или Томск, где есть целые центры со специалистами по реставрации исторических объектов, говорит Дегтярев, но ситуация в столице края налаживается. Ну а здание на интернациональной будет этаким уголком старины среди современного высотного квартала. И это уже в ближайшем будущем. Экспертизу историческую, проект прошел, насколько мне известно. Вот сейчас последнее согласование в управлении дали, уже непосредственно приступаем к реставрации. После того, как будет проект. Предварительный срок реставрации – два года. Я думаю, что это все будет гораздо быстрее. В зиму в любом случае, я думаю, сотрудниками не надо соврать, в зиму в любом случае стены будут стоять, кровля будет на месте. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с током.